Дерево с благими целями 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 Красивая фотография, красивые плоды, жива до сих пор, урожаи пока не снижаемые и пока. И, как видите, эти трещины не смертельные. А фотографию сделано давно, где-то лет в шесть. Показать, что это еще не конец деревьев, не надо их замазывать, не надо. Не надо подходить, они зарастают и зарастают. То есть самолечение эффективнее, чем лечение. Вот так вот я делаю срез. Это еще одна гигантская проблема, обрезка на кольцо смертельная. Я взял мертвое дерево и распилил его на фрагменты. Я пилил не только через большие раны, где вот так вот, я вам потом покажу, где вот так вот, вот большая рана и вот так вход в нее, как разбитые, как вынутые окна и двери в доме. Вот так вот все черное вот отсюда и вот так вот все черное. Я специально не поленился, еще пилил раны малюхоньки. Те самые безобидные, которые подлежат уничтожать в ветке, в основании штамбы, прорежать там. Вот. Посмотрите, а с чего начинается гибель. Поняли? Вот откуда мороз идет и грибы идут. Вы мне еще насмотритесь на эту радость. Вас еще тошнить от них будет. Я и хочу, чтобы вас тошнило. Чтобы вы дрожащими руками пили валидол и говорили, я никогда не возьму в руки секатор и не буду вечить дерево. Вначале сотни, потом тысячи, когда-то миллионы. Но я боюсь, что это случится в 22 веке. Настолько въело все это. Ведь опять появилась статья, я вам потом покажу. Отрежем все лишнее. Идиотизм какой-то. Бог, создавая дерево, не знал, что он лишние ветки им нарисовал. А человек с 10-летним стажем учит каких убивать? Десятилетним? Не миллиарднолетним? Очень красная речевая фотография. Очень. Еще один пример дебилизма заключается в том, что если авторы, которые учат убивать деревья, а их много, имя им легион, вот этот подставить снимок, или просто им подарить, они бы использовали, чтобы объяснить, что вот эти балчки вредные, что это гадость, что их надо уничтожить, что это бесполезно, что они только дерево затеняют, что они отнимают у дерева силы, что от них толку никакого. Я в таких случаях, когда очередную статью открываю, такой, опомнитесь, вы что, с ума сошли? Дерево собирается умирать слева. Видите ранка? Вот это уже отрезано. Мною, мой сад. Деревья еще не адаптированы. Вот. Это, знаете, дерево? Ну, сладчайшее дерево. Но уже сладчайшее не бывает. Вот. Это сорт под названием среднерусская. Именно таким пришло. Оказалось, что это официальное название, что завезено на Россию 300 лет. Но, извините, Сибирь, это еще... Это уже не Россия. Для нас Россия, кстати, для сибиряков, знаете, где? Там. За Ураном. С той стороны, с левой. А у нас Сибирь. Вот. Ну, российская Сибирь. Вот. И вот первое поколение... Нет, это уже второе поколение. Дерево плодоносит. Да, это прекрасные плоды. Но оно собралось умирать. По той причине, что вот уже сухую ветку я отпилил. Потому что ему еще несколько... Надо дальше и дальше им заниматься. Вот. И что я должен был сделать? Вот это поотрезать. Вот это, вот это. Да наоборот, друзья мои. Вот эта ветка... А в следующий год вот это отсохнет. Это. Разуйте глаза. Это новая крона. Новая. Вот как надо. Не вот это отрезать, а вот это отрезать. Поняли? Вот это отрезать. Вот видите, волчок какой. Вот она, новая крона. Вот это отрезать. Поняли? Вот видите? Значит, вот здесь отрезать. Вот что надо делать. И тогда дерево возродится и даст еще несколько урожаев. И дало мне еще несколько урожаев, прежде чем умерло. Но я продлил ему век таким путем. Ну, не идиотский ли отрезать, а новую крону? Понимаете? Новая крона. Всегда, когда появляется волчок, даже на абсолютно здоровом дереве, друзья мои, это сигнал. Дерево сделало первый шаг к смерти. Еще может быть много шагов, много лет, но первый шаг сделан. И не вздумайте вы вырезать волчки. Не вздумайте. Идет замена. Значит, там уже, раз она на ровном месте, на голом появились, из почки, которые, их и в помине не было, перестройка, это, ладно, это отдельный разговор, откуда и как они волшебным образом появляются. Вот. Это святое, запомните. Пока достаточно таких, еще было десятки, сотни фотографий, мне надо порох сохранить. Эта фотография, я ее показывал, когда отдельную тему выбрал, это рыночная саженница, вот показывал, что начало, если бы еще продлить жизнь, можно было бы так вот, если бы выкапывая, на продажу, вот так бы взяли, отрезали вот так и замазали. Еще бы какой-то, хотя рано была бы у Яра, уже в три раза больше, это тоже плохо. В общем, вот эта прививка почкой, дебильная я называю, хоть ее хвалил Мичурин, все равно, я считаю, она для Сибири, Урала, Дальнего Востока, для, даже для средней полосы, я считаю, даже для Тамбовской области, где царствовал Мичурин, даже там она опасная. Не знаю, почему он полностью не перешел на копулировку, на лучшую копулировку, для меня это загадка. Попади я в его время, ну, поспорил бы с ним. Ну, невозможно видеть вот это. Это начало смерти. Как? Начинает отгнивать, уже никогда не останавливается. Никогда. Идем дальше. Это, этот же саженец, полную величину. Почему? Я выпросил с машины, стояла машина, даже две. Под ними стояли лужи, потому что их каждый день поливали. Тогда еще они были, это уже деревья были с листиками, то есть их уже нельзя садить. Когда деревья с листиками потом купят, посадят, листики отсыхают. Они не успевают. Корней таких деревьев нет, листики просто вянут, отсыхают. Потом, возможно, второе покрытие, второе, то есть уже к середине лета снова могут, если саженец прижился, появятся листики. Ну, дерево обречено, когда же они вызовут. Вот. Но дело-то было другое. Я смотрю, вот в мешке ни одна листика не появилась. Я заподозрил, что она мертвая. Я попросил, я говорю, что это у вас? Они говорят, черешня. Я подхожу ближе, беру в руку, говорю, они думают, я куплю, вот, эта дрянь, это самое, я говорю, это, 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 когда я говорил про вот эту вот ранку, да, я имел в виду, что прежде всего умирает яблони. Вот. Когда вот с такими пенечками, это тоже сплошь и рядом, вот, умирает именно яблони. Самые первые, они самые беззащитные от этих ран, хотя, казалось бы, самое надежное дерево из плодовых, ага, черта зла, вот эти вот такие вот пенечки, их и губят. Потом убедитесь. А в данном случае я в руках держу черешню. Вот. Она тоже, вот эта рана, и в Сибири, мало того, что она все равно в Сибири все, вот тысячи черешин просто посажены, вся тысяча будет мертвой. Вся тысяча. И не только потому, что это слабое дерево, без корней, сраные, это само собой, это еще короче век. Но она еще просто не выдержит сибирских морозов сто процентов. У меня выдерживают, у Боднар выдерживают, но это особый случай, особая работа. А здесь я почему вам показываю? Да потому, что она мертва была уже. Это дерево сопрело в погребе. Еще раз говорю, там листики, а тут листиков нет. А значит, что? Значит, хранение погребное сто процентов. Потому, что на улице-то был конец мая. Конец мая. Уже вокруг отсвели деревья. А здесь спящие почки. Потом я тихонечко ногтем ковырнул. Все правильно, гнилые. Раскупят, раскупили, не сомневайтесь. Машина стояла примерно до 20 июня. Представляете? А кто-то еще думал, кто-то еще в июне садил с дуру. Видите, сколько цветов? Одна из моих колновидных яблонов. И чего сделать фотографию? Чтобы сказать, друзья мои, когда у вас вот так вот вырастет, ну не виноват, я что выросла с одной верхушки, два побега абсолютно вертикальных, абсолютно безопасных. Вот. Я же должен один из них отрезать. Не положено! Авторы нам это в своих бесчисленных статьях с миллионами экземпляров. Не положено! Зачем вам столько? Вон они за... А приглядитесь, как они зацветают. Это же бесконечные цветы перед вами, бутоны. Отрезать ровно половину. Не нужно вам столько фруктов, пусть будет половина. Ради принципа колновидность обрести. Так, это уничтожение мной. Знаете как, большая тупая работа делается, когда корчует старый сад. Я всегда... где у меня когда сожгли сад на острове, большой сад, пятигектарный, на даче у меня росло... Я вернулся в масштабы дачи, прикупил землю, получилось 30-35 соток, терпимо, уже можешь как-то хотя бы не жить, но хотя бы выживать. Вот. И там были у меня деревья на тот момент двадцатилетние, а они не все имели ценность. Более того, когда у меня долго сохранялось пару яблок невкусных, мне говорили, вы что, вас уже лезло, вдруг... Мне пришлось брать пилу. А полагается, на полном серьезе, снова на полном серьезе. А серьезе, полный серьез заключался в том, что я, оказывается, должен был ее спилить само собой, а еще выкопать огромную яму. Так и пишут прямо, я должен выкопать огромную яму, оголить корни и выпилить эти корни. Вот. А потом яму засыпать, садить на это место. Кстати, садить на это место или рядом даже уже нельзя, поздно. Земля уже испорчена. Земля отравлена вот этим вот деревом, которое тут росло много лет. Поэтому тупая, бессмысленная работа делайте, как я. Заподлицо землей спилил. Так. Вот. А сверху это я оголил. Сделайте так, чтобы там как можно быстрее развелись грибы. Можно засыпать это все там скошенной травой и иногда поливать. Сгнивает быстро. Это теперь уже царство грибов. И тут же, где у меня росло яблони, я уже в метре мог посадить. Абрикос прекрасно рос, вот. А где росла, допустим, слива неценная, я ее спилил, я мог посадить, например, грушу. То есть замена семечков на кольцо, кольцо на семечков. Вот такой совет. Но уже по яблоням саду яблони садить нельзя. В грушевом саду грушу садить нельзя. В сливовом саду сливы садить нельзя. Меня вот это удивляет, что умудрились, когда земля за бесценок, старый сад, когда-то у нас по России их было много, им исполнилось 30-40-50 лет, они давно потеряли ценность, потеряли коммертизацию и никому не нужны, только на дрова. Да и дрова это с них не очень. И вот получается люди нахапали их и не знаю, что с ними делать. Когда обращаются мне, я говорю, подарите кому, что приплатить, чтобы остаток забрали. Земля угроблена. Все. Вот. Вот это вот мой пример. Это уже последний раз я еще формировал штамп. Видите, вот я своими руками вот эти вот ногтем и ковырил вот эти почки. Глупость несусветная. Ну и погубить грушу я не смог, это лада. Вот. Все-таки я икрону сформировал, я сильную обрезку делал, оставил 3-4 почки, они развились, прекрасное дерево. Это дерево каждый год сотни гостей угощали с него плодами со временем. Это лада замечательная, она сейчас жива. Ну и скоро конец, потому что я с нее за все годы на не меньше тысячи черенков с молодого вот уже вот с этого дерева. Будьте внимательны, приглядитесь, я вам сейчас покажу. Уже с этого дерева раз-два, я брал три. Ну и тут если приглядеться, я брал уже с него черенки. еще тогда я не выдерживал принципа три почки, остальное отрезается. Видите, больше почек. Вот, тогда еще был не то, что тупой, но уже, но еще туповатый. Поэтому и штамп, который я сейчас не делаю, штампы, и ветка отрезана по принципу не три почки, а все-таки тут, допустим, пять может быть, тут, допустим, тут может быть еще больше. Вот, я уже взрослел, но еще был туповат на тот момент. Вот, и сейчас она жива. И она накормила меня, потому что я с него продавал черенки и себе брал груша лада, одна из лучших, которые показали себя в моем районе. Так, вот холодный душ. Вот, после того, когда я уничтожил огромное количество веток своими руками, делал обрезку сильную, обрезку на это самое, на отъем черенков, у меня после 2009, в 2009 году вот такая картина-то и была. Это то, что у меня умирающие персики. Это еще год прошел, но уже начали умирать. Я их уничтожил немеренной обрезкой, потому что я продавал черенки, мне нужны были деньги. Я их уничтожил. Продолжение следует...